Всем привет! Ох, сколько я сейчас поймаю хейта за ёлку на заднем плане в конце января, но у меня совершенно нет времени на неё, но я через два дня её точно уберу. Да-да. Всем привет! От меня, я от ёлки. Итак, я уже в форме и сегодня снова на работу, и сегодня новый полёт, и сегодня мы летим в Венеции. Ну, а на самом деле Венецию мы увидим только с высоты птичьего полёта, что в принципе уже неплохо. Итак, 3.30 туда, 3 часа обратно. Поехали! Итак, я уже в дороге, это означает, что настало время для того, чтобы я ответил на один из самых популярных вопросов, которые вы постоянно задаёте в комментариях к моим видео. Итак, вопрос. Почему у вас так сильно мерцают, запятая, моргают, запятая, плохо показывают ваши приборы? Как вы вообще можете считывать информацию с них? Это же небезопасно, и мы все умрём! Итак, отвечаю. Мерцание, которое вы видите на ваших экранах, видит только видеокамера. Глаз человека, глаз пилота это мерцание не замечает, и для него картинка стабильна. Кстати говоря, этому эффекту подвержены только приборы с лучевыми трубками, ЖК-дисплеи этого эффекта на камеру не имеют. Поэтому мы легко считываем информацию с приборов, и всё происходит безопасно. Итак, я надеюсь, этот видеоответ на корню закроет тему про мерцание приборов. Хотя кого я обманываю? Итак, сегодня я лечу в Венецию. Сегодня в Венеции прекрасная погода, по прогнозу ожидается около плюс 10, и слабый ветер. Сегодня мы пролетим в районе Минска, Варшавы, Вены, ну и далее возьмём курс уже на Венецию. Кстати говоря, сегодня я впервые попробую на практике то, что изучал в теории, и издавал зачёты, а именно неголосовую связь между пилотом и диспетчером, так называемую связь CPDLC. Я не буду расшифровывать эту английскую аббревиатуру, кому интересно, загуглит. Здесь в сноске вы увидите правильное написание этой аббревиатуры. Итак, что это такое и с чем это едят? Основная связь между пилотом и диспетчером вот уже десятки лет, это голосовая связь. То есть через обычный радиоканал диспетчер и пилот общаются, выполняют указания, получают указания и так далее. Но авиационный мир пришёл к тому, что небо переполнено, куча самолётов, куча позывных. И где-то порой происходит ситуация, когда пилот хватает не свою команду, диспетчер его не слышит, его подтверждение, либо связь забивается другими самолётами. Короче говоря, радиоканала стало мало. То есть экипажем на одной частоте стало очень тесно. И поэтому авиация уже давно начала разработку неголосовой связи. И вот буквально на днях Европа начала переход на неголосовую связь посредством сообщений через спутник. Да-да-да, теперь пилот и диспетчер будут общаться посредством СМС. Это, конечно же, утрированно, но, в принципе, где-то рядом. Итак, конечно же, голосовая связь останется параллельно с неголосовой связью. И диспетчер, в принципе, может выбрать, посредством чего общаться с лётным экипажем. Но вот сегодня я надеюсь, что диспетчеры будут добры к нам и дадут нам попробовать на практике, что же такое CPDLC. Ну, а я уже подъезжаю к Домодедово. Мне осталось буквально 15 минут. Ну, а до вылета 2 часа. Домодедово. Лайка, лёд. Лайка, лёд. 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 Чак. Лёд. Лёд. 0 left side clear left side clear, now to the right left side clear, now to the left side hello, thank you for the flight before takeoff, checklists down to the line flight controls, checked, flight instruments, checked, briefing, flap setting we want the links to the E-ooooved 139 1 to 9 and 142 24, 86 Try to cut your mine what they call the champion left side clear Субтитры сделал DimaTorzok 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 Take off DimaTorzok 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 Георган Продолжение следует... 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 Продолжение следует...